Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Собачья жизнь по-сургутски по отношению к животным можно судить об уровне культуры горожан. Прежде всего у нас должна быть культура содержания животных. Ответственные хозяева должны соблюдать правила регистрации. Не размножать животных неплеменных. Что делать со своими сбережениями и сколько будет стоить бензин в следующем году? Прогнозы экспертов. При возможном осуществлении так называемого налогового маневра в будущем году возможно повышение цен на бензин до 45 рублей за 1 литр. Система сити-менеджмента не будет единственной для муниципалитетов Югры. Об этом стало известно на минувшей неделе. На выбор местному самоуправлению представят три варианта. Это возможно избрание главы города всенародным голосованием и два варианта сити-менеджером. К примеру, глава избирается на муниципальных выборах и входит в состав Думы города с правом решающего голоса. Или более привычный для Югры, когда мэр выбирается из состава депутатов. В этих случаях функции главы администрации выполняет наемный сити-менеджер. Полномочия по выбору политического устройства будут передавать на местный уровень на заседании Думы Югры 19 ноября. А пока действующий глава Сургута Дмитрий Попов проводит ежегодные встречи с населением. Все они тематические. Одно, к примеру, посвятили благоустройству муниципалитета. На сегодня прошли уже три. И несмотря на главный вектор, который чиновники предлагают для обсуждения, большинство присутствующих горожан интересуют вопросы другого плана. Например, снос и переселение из ветхого и аварийного жилья. А те, кто уже переехал в капитальные квартиры, жалуются на свои новые квадратные метры. Насколько они новые и сколько еще людей справят новоселье до конца этого года, выясняла Дарья Давыдова. Антонина Румык в балке номер 7 на улице Береговой, что в поселке ЦКПРС, прожила много лет. Ветхое строение рушилось на глазах. Получить квартиру удалось благодаря тому, что руководство завода промышленных строительных материалов заключило соглашение с администрацией Сургута по освобождению земельных участков на территории ЦКПРС. Инвестор приобрел жилье на вторичном рынке, куда и переехали жители 10 строений. Однако заветные квадратные метры оказались далеки от совершенства. Это полы вот так были. И тут пыль, грязь, туз там воняло. Все. Я его начала сама расшивать. Все стала выкидывать. Неприятный запах, от которого у новой хозяйки старой квартиры слезятся глаза и болят легкие, еще полбеды. Когда Антонина Григорьевна начала снимать линолеум, обомлела. Прямо под покрытием на полы уложили гипсокартон. Вроде как для того, чтобы сравнять уровень. Стройматериал для стен на пол, конечно, уложили неправильно. И он вздулся. Что теперь делать с квадратными метрами, о которых так мечтала сургутянка, женщина не знает. Обратилась к инвестору, который и переселил ее в эту квартиру. Они говорят, что все ссылают, что вы подписали. Это ваша же квартира. Берите, приватизируйте, продавайте, улучшайте себе жилье. Но мы вам предоставили капитальное жилье. Антонина Григорьевна обращалась к депутату Госдумы Вячеславу Тетекину. Парламентарий отправил женщине ответ. Копию письма из прокуратуры, в котором указано, что инвесторы администрации заключили договор по переселению людей в новые квартиры. И что же получается считать новой? Первичку или только купленную квартиру? Сургутянка сообщила о своих проблемах и в департамент городского хозяйства. В том же письме из прокуратуры, к слову, указано, что главе Сургута направлено представление, в котором в том числе поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц. Между тем, в законе ничего не сказано о том, каким должно быть жилье для переселения людей из ветких и аварийных домов. Первичным или вторичным. Четко прописано, квартиры должны быть благоустроенными. Очевидно, что квадратные метры Антонины Румык этому мало соответствуют. Соседи сургутянки по болочному поселку про проблемы новоселов слышали. Но деваться людям некуда. Холодно, зимой очень холодно. Дети по полу бегают, мелкие, замерзают. Не говоря о взрослых уже. Рядом речка, летом затапливают. Ничего никто не подходил, ничего не говорил, никто ничего не заключал. Ничего не знаем. Второе соглашение администрации завода заключено на 2015. В будущем году ЦКПРС пока, правда, только по бумагам прикажет долго жить. А всего сегодня в Сургуте осталось 660 балков, в которых проживают 666 семей. При этом планы на переселение такого, можно сказать, эзотерического числа горожан до конца этого года оптимистичные. До конца года у нас планируется еще приобретение квартир. Но в первую очередь мы будем переселять и ждем поступления квартир по 30 микроюн, до которого у нас идет комплексная застройка. Мы планируем около 90 квартир получить. А всего за три с половиной последних года в Сургуте ликвидировали 340 балков и 187 многоквартирных аварийных домов. Было бы еще больше, если бы не прошлый год. Тогда по цене, установленной региональной службой по тарифам 52 тысячи за квадрат, квартиры администрации не хотел продавать почти ни один застройщик. И сегодня вопросы о переселении в благоустроенное жилье регулярно поднимают на встречах горожан с главой Сургута Дмитрием Поповым. И на нас никто не обращает внимания. Дорогу вы нам обещали сделать до 10 октября. В данный момент автобуса отказываются ездить. Дорожным сделали, до лесного они добрались. Между тем, в некоторых поселках власти предлагают приватизировать землю, чтобы горожане впоследствии могли строиться на участках. Или же получить субсидию. 52 тысячи за квадратный метр из расчета. Один человек 33 квадрата, два 44, три и больше по 18 квадратов на каждого члена семьи. И, наконец, третий вариант – коммерческий найм. Без права его приобретения. Хотя, в принципе, и такое право в дальнейшем возникает. Нет, а дети как? Тоже без права на следование, да? Так же будут жить? Ну, так никто не будет. Точно так же будут жить с вами? Нет, а мы умрем, а дети? Дети останутся жить в этой квартире. С нерешенным жилищным вопросом на встречу с главой уже дважды приходили и жители общежития на Мечниково-11. Решить вопрос со зданием, которое принадлежало РЖД, а потом стало бесхозным – вот чего требуют люди. Объект на городской баланс администрация взяла только в этом году. Долгое время власти пытались получить технические документы на общежитие от прежнего владельца РЖД, но тщетно. И сегодня чиновники начали готовить их сами. Людям предложили заключить договор специализированного найма, чтобы впоследствии власти могли передать помещение через договоры найма социального в собственность в порядке приватизации. С общежитиями никогда не заключаются договора социального найма. Для того, чтобы заключить договор социального... Человек должен жить в общежитии на тот момент, когда мы ему меняем статус. Потому что если человек в общежитии не живет, по документам, ну, фактически понятно, по документам, если человек в общежитии не живет, мы с ним не можем потом заключить договор социального найма. Потому что контролирующие правоохранительные органы придут и скажут потом, а кому вы дали жилье? Это откуда этот человек взялся? Людям направили письма, в которых прописано, что оформлять договоры социального найма с жильцами Мечникова-11 начнут с декабря. Однако сургутян эти сроки не очень устроили. Встречаться с нашей съемочной группой, чтобы пояснить свою позицию, они не захотели. Сказали, что отправили обращение к губернатору Наталье Комаровой, в котором назначили ей день и время для связи по скайпу. Выйдет ли глава региона с жителями общежития на связь в назначенные сроки, конечно, известно только ей. Пригласили на аудиенцию и Дмитрия Попова. Болочный вопрос, между тем, по указу президента России нужно решить до 2017 года. То есть за пару лет сургут превратится в город, в котором нет ни одного, не приспособленного для жизни строения. Получится ли? Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов, Фарид Исмаилов. Специально для телевизионного обзора новостей. Собачья жизнь – это все-таки не обязательно несчастливое существование друзей человека. Это скорее мы, люди, делаем их жизнь невыносимой. И вот именно в Сургуте за последние годы мы все не раз могли убедиться в бесчеловечном отношении к этим животным. Причина – равнодушие, загруженность другими, более важными делами, еще что-то. А ведь в Европе такой проблемы уже давно не существует. У нас ее пока скорее решают точечно, так сказать, по мере поступления. И человечного в этом во всем по-прежнему мало. Таким пронзительным воем нас встретили питомцы Валентилы Луневой. Небезызвестная в Сургуте защитница животных вновь организовала для них приют. На этот раз в районе дачного кооператива «Виктория». Больше года назад один подобный объект уже сносили. И теперь история повторяется. Сколько сейчас животных здесь содержится, мы не знаем. Хозяйка отказалась от каких-либо комментариев. Однако, что известно точно, так это то, что земля под постройку этого приюта занята незаконно. Я отказывался от этого. Что хотите, то делайте. Что хотите, то показывайте. Все. Чиновники говорят, что вопрос о ликвидации нового питомника решается. Сложность заключается в том, что даже если убрать незаконные вольеры, собак деть некуда. С одной стороны, мы понимаем, что это надо убирать. С другой стороны, мы понимаем, что собак-то деть некуда, этих опять. Ну, то есть, это опять, там, ну, такая хирургическая операция, по сути. Да, больно, да, плохо. Ну, вот поэтому мы пока находимся в стадии принятия решения. Пока чиновники думают, собаки продолжают жить в ужасных условиях. Если объект все же снесут, животных придется передать городскому унитарному коммунальному предприятию, которое занимается их отловом. За 10 месяцев этого года на улицах Сургута поймали около двух с половиной тысяч особей. Однако такие методы у некоторых горожан вызывают шок. Пока мы передерживаем два дня вольеры, которые приспособлены для этих целей, ну, для двухдневной передержки. После этого происходит эвтаназия и утилизация. Эти 48 часов нужны на тот случай, если найдутся хозяева. Но факты таковы. Из двух тысяч собак домой забрали только двоих. Тем временем, согласно новому закону, унитарное предприятие обязано держать пойманных животных 10 дней. Это увеличивает расходы на полтора миллиона рублей в год. Здесь и питание, и содержание. Приходится переделывать и вольеры. Появилась возможность, чтобы обновить некоторые вещи, привести соответствие. Ну, уже как бы увеличение дней передержки, постраивать дополнительные перегородки. Ну, увеличить, скажем, количество животных для содержания. Если мы сейчас передержки держим там 50 собак, то только у вас там будет. Поэтому мы должны как-то ужаться, соблюсти санитарные правила и нормы. Соблюсти правила и нормы – основная задача и у общественников. Поэтому и обратились в городскую администрацию с просьбой получения земельного участка под постройку центра помощи бездомным животным. Мы подтверждаем, что земельный участок нужен. И вот та программа, те намерения, которые Дайлапу заявляют, ну, мы считаем, наверное, там, не то, что приемлемо. Они просто были бы идеальны на сегодняшний день при сегодняшней ситуации. А ситуация следующая. Популяция бродячих животных постоянно растет. И, по сути, даже городской приют проблему не решит. Только представьте, огромное количество животных на одной территории. И снова по кругу. Затраты на содержание, стерилизацию, кастрацию. А потом что? Усыплять? Но для защитников животных это неприемлемо. Единственное на сегодняшний день решение – унитарное предприятие занимается своим делом, а защитники животных – своим. Земля нужна общественникам для помощи прежде всего травмированным животным. Земельный участок планируем использовать для создания центра помощи бездомным животным. Прежде всего травмированным. Если будет земля, мы сможем оказать помощь просто большему количеству животных. Также на этом участке мы можем организовать площадку для создания школы хороших манер собачьих. И, наверное, это правильно. Ведь собака социализирована и имеет больше шансов на то, чтобы обрести хозяев. Но как ни крути, ни земельный участок, ни поголовная эвтаназия проблему не решит до тех пор, пока люди не начнут осознавать ответственность за своих питомцев. Прежде всего, у нас должна быть культура содержания животных. Ответственные хозяева должны соблюдать правила регистрации. Не размножать животных неплеменных. Проблема бродячих животных полностью решена во многих европейских странах. Например, в Германии. Там за несоблюдение правил содержания домашних питомцев наказывают материально. И пока в России не будет четкого контроля за этой сферой, у нас по-прежнему будут беспризорные кошки и собаки. Вопрос только в количестве. Рассуждать на эту тему можно долго, но нельзя не признать, что по сути есть только один выход. Выход единственный. Людям стать людьми. Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Происходящее с частным сургутским маршрутным транспортом можно охарактеризовать коротким словом «бардак». Такое утверждение, возможно, кто-то посчитает категоричным. Но разве нормальная ситуация, когда женщину на пешеходном переходе давит гастарбайтер за рулем без права работы в Российской Федерации? А когда деньги от пассажиров водителю передаются на ходу? Когда в погоне за выручкой нарушаются все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения? Народные патрули, полиция проверили маршрутки и убедились. Ситуация к лучшему не меняется. Жареный петух клюнул поводом к тому, чтобы присмотреться. А кто же нас возит по дорогам, стала смерть пешехода. Нелепая и оттого страшная. 31-я маршрутка только отъехала от остановки метров на 20 и сбила, а затем переехала женщину, вступившую на пешеходный переход. Между тем, этого ДТП могло и не быть. Тот водитель, который у нас совершил дорожно-транспортное происшествие, по имеющейся у нас информации, у него стоял запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Каким-то образом он у нас заехал через, если я не ошибаюсь, таможню города Нижневартовска на территорию Российской Федерации и прибыл уже в город Сургут. Тем не менее, нарушив запрет, не только въехал, но еще и устроился на работу каким-то образом. Это повод задуматься всем. О каком контроле в сфере миграции после этого можно говорить в принципе. Между тем, причиной аварии со смертельным исходом, опять же, по предварительным данным, стало то, что водитель отвлекся, продавая билеты пассажирам на ходу. Только некоторые из них принимают деньги от людей по окончанию или перед началом поездки. В этом мы убедились лично. Как вы понимаете деньги? До начала поездки или после окончания поездки? Мне время надо ехать. Когда выходят. А почему так? Потому что так удобно. Ну, допустим, можно взять деньги, допустим, потом начать движение. Для безопасности движения. Ну и среди людей единого мнения нет. Кому-то удобнее расплатиться при входе, кому-то при выходе. И у того, и у другого способа есть что плюсы, что минусы. На выходе, наверное, до начала. Вам удобнее так? Да. Зашел сразу, дальше может передать. Ну, я думаю, что лучше на выходе, потому что, ну, для маршрутках, потому что ему удобнее так, мне кажется, сколько народу выходит, ему рассчитались, чем при входе. Между тем, для ГИБДД не принципиально, какова очередность процесса. В пятом разделе правил дорожного движения на этот счет сказано лаконично. Пассажир не должен отвлекать водителя от управления автомобилем. Лишь бы это происходило во время стоянки транспортного средства, то есть не в движении это должно происходить в любом случае. То есть, либо когда пассажир зашел, заплатил, поехали, либо перед тем, как выйти, остановился на остановке, заплатил, соответственно, поехали. За неполную неделю с момента смертельного ДТП полицейские выявили порядка двухсот нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Эти цифры сравнимы с месячной статистикой. Вот пример, по сути, аналогичный тому, что привел к смерти человека. Пункт правил дорожного движения 14.1. Водитель обязан пропустить пешехода. Пешехода видели? Слева направо? Нет. А что так внимательно подъезжает пешеходным переходом? А в ответ тишина. Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходу составляет полторы тысячи рублей. А жизнь человека бесценна. Да и собственная сломанная судьба в случае гибели человека по неосторожности, наверное, тоже. Хотя, видимо, не все водители так считают. Несмотря на то, что максимальное наказание по этой статье до пяти лет лишения свободы. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Фарий Космаилов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. В криминальном плане прошедшая неделя выдалась для Сургута относительно спокойной. О немногочисленных ЧП в нашем городе мы расскажем в рубрике «Сводка происшествий». Прокуратура Тюменской области направила в Сургутский суд уголовное дело в отношении экс-руководителя аппарата Думы Руслана Васильева. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По информации следствия, в прошлом году Васильеву в процессе служебной деятельности стало известно о намерении жителя Москвы приобрести в Сургуте агентство воздушных сообщений. Акции компании принадлежат администрации города. За содействие в приобретении агентства экс-руководителя аппарата Думы запросил у столичного бизнесмена более 4 миллионов рублей. Об этом узнали в подразделении регионального управления ФСБ в Сургуте. В феврале под контролем оперативников деньги передали доверенному лицу Васильеву в Москве. Когда он прилетел в столицу, его взяли с поличным. Около 9 часов утра во вторник автовокзал Сургута ненадолго оказался парализован. Его работу прервало сообщение о возможном ЧП. Сигнал о задержанном мужчине поступил в дежурную часть сургутской полиции. На место происшествия прибыли экипажи наружных служб экстренного реагирования. Оказалось, что на пункте досмотра у мужчины при личном обыске нашли ручную гранату и пневматический пистолет. Находки отправили на экспертизу. Выяснилось, что граната оказалась муляжом. Работа с задержанным продолжается. В четверг около 3 часов дня на улице Таежная, 12, это напротив новостроек по университетской, вспыхнул живой болок. Очевидцы и соседи вызвали на место ЧП пожарные расчеты и медиков. В течение нескольких минут огнеборцы прибыли на место возгорания. Сборно-счетовой дом, построенный, проще говоря, из того, что было под рукой, тушили около 15 минут. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания выяснит следствие. И смотрите во второй части нашей программы. Что делать со своими сбережениями и сколько будет стоить бензин в следующем году? Прогнозы экспертов. При возможном осуществлении так называемого налогового маневра в будущем году возможно повышение цен на бензин до 45 рублей за 1 литр. Можно ли надоить кедрового молока? Где живет Нельма? И что такое этнографическое стойбище? Все больше туристов интересуется нашим округом. Саицы питаются в зимнее время веточным кормом. Питаются лифа корой. А под корой находится живой слой. Маленький мальчик живет полноценной жизнью, несмотря ни на какие трудности. Иван Мельник в рубрике «Люди Югры». Я хотел мастерить башмачок из глины. Потом. Медвежонка из глины. Не помню какой. Падение экономики России продолжается. Рубль стал слабее, а евро и доллар прибавили. Но так ли это плохо для производства, сельского хозяйства или сферы услуг? Чем объясняется снижение стоимости нефти и когда бензин вырастет в цене? На все эти вопросы ответить однозначно трудно, поскольку заявления в этой сфере могут быть продиктованы самыми разными соображениями. К примеру, политическими. И все-таки объективные прогнозы, которые подтверждаются фактами, видные экономисты делают. Общая тенденция такова. Непростые времена уже начались и пик кризиса еще не пройден. Продолжим в нашем следующем сюжете. Нефть уже стоит меньше 80 долларов за баррель. Бюджет рассчитан из 95. Доллар, который предполагался в районе 37 рублей, сегодня уже перевалил за 46. Главный финансовый документ на три ближайших года нужно переписывать. Экономический рост в следующем году прогнозировали в пределах 2%. Уже сегодня всем ясно, что будет ноль. И, наконец, инфляция порядка 9%. При том, что порядок цифр в бюджете в районе 6. Цены на продукты по сравнению с прошлым годом выросли на 10%. Население пока это не сильно беспокоит. А я не слежу. Жена покупает, а только сумки нашу. Вы знаете, скорее всего, пол шанса. Я видела повышение чая, например. На нас будут покупаться. Придеть будут получать и тратить больше. Получать столько же, а тратить больше. Растут. На технику очень повлияло. На комплектующие типа повлияло. В компьютерных магазинах на продукты не вижу пока. Растут или нет. Вроде те же. Я не заметила роста. Не заметила, заправлялась недавно, не было роста. В основном подорожали. На овощи, фрукты. Нынешняя ситуация – это не 2008 год. До такого варианта развития событий еще далеко. Но когда все началось? Из-за чего? Санкция хлядела? Или в падении цен на нефть? Из-за чего упал рубль? Разве из-за Крыма? Нет, говорят, видные эксперты-экономисты. Все началось раньше. Экономика стала испытывать серьезные нагрузки из-за непрофессиональных действий Центробанка, который повел свою политику так, что этим воспользовались валютные спекулянты. Именно так пояснил ситуацию начала года экономист Михаил Делягин. В результате в январе месяце началась девальвация. Первая волна девальвации продолжалась до первой половины марта. Максимальный отток капитала у нас был, да, действительно, в апреле месяце – почти 25 миллиардов долларов. А второй увеличение оттока капитала у нас было в январе месяце – почти 20 миллиардов долларов. Без всяких санкций, без всякого украинского кризиса, без всякого Крыма. Да, девальвация необходима, чтобы поддержать экономику, потому что если не бороться с коррупцией, не бороться с воровством, не заниматься развитием, рабски исполнять колониальные, так сказать, требования ВТО, тогда единственный способ избежать экономического спада уже в этом году – это девальвация. 83 миллиарда долларов было потрачено на поддержание курса рубля в начале нынешнего года. И во главе этого стояли российские либералы – руководство Банка России. Теперь от этой политики отказались, и рубль сегодня точно как в 90-е – на свободном рынке. И вот отсюда те самые 46 с небольшим за доллар и 58 за евро. Ну а нам-то что до этого, скажут некоторые. А тут все просто. Большое количество товаров, особенно высокотехнологичных, Россия закупает за рубежом, за валюту. Там же часть продовольствия, плюс турпоездки. А зарплату нам всем начисляют в рублях. Сравните, сколько вы получали в валюте в начале года и в конце. Еще один важный момент, повлиявший на ситуацию в экономике – это падение цен на нефть. Со 114 долларов за баррель в июле до меньше, чем 80 сейчас. А ведь падение стоимости нефти всего на доллар – это недополучение бюджетом доходов на 100 миллиардов рублей. Правда, не только нефть упала, но и рубль. А значит, в рублях доходы казны за счет девальвации остались почти прежними. Если снижается стоимость нефти, то количество рублей в стране нужно поддержать. Нужно девальвировать рубль, чтобы количество рублей в стране не уменьшилось. Чем ниже нефть, тем ниже рубль. А то, что растут цены на динзин, когда падает, как говорят на русском радио, к основанию подъема цен нет, поэтому мы будем поднимать без оснований. Девальвация позволит исполнить социальные программы. Недополучение доходов бюджетом покроют, видимо, за счет граждан. К примеру, повышение акцизов на топливо нескольких классов – это уже решенный вопрос. Бензин вырастет в цене. Увеличение акцизов на топливо уже одобрено Государственной Думой. В 2015 году налог на бензин вырастет почти в полтора раза – с 87 до 115 долларов за тонну. Кроме того, увеличится акциз и на дизельное топливо. В абсолютном исчислении рост цен на заправках будет по-прежнему контролироваться государством. И, по мнению ряда экспертов, составит от 10 до 15 процентов за литр 92-го бензина. В диапазоне от 3 до 4 рублей. Еще один обсуждаемый шаг – снижение пошлин для продажи топлива и нефтепродуктов за границу. Бензин в Европе намного дороже, чем у нас. И, соответственно, продавать его туда производителям будет выгоднее. И, чтобы не случилось перекоса, цены на бензин будут постепенно сравнивать с европейскими. При возможном осуществлении так называемого налогового маневра в будущем году возможно повышение цен на бензин до 45 рублей за 1 литр. Суть налогового маневра – снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. И одновременном повышении налога на добычу нефти и газового конденсата. И, наконец, еще один шаг в деле пополнения бюджета – это повышение налогов на малый и средний бизнес. Выступая на прошедшем в октябре экономическом форуме, председатель правления Сбербанка Герман Греф предостерег от этого правительства. Сегодня у нас среди бизнеса самое популярное заявление – это заявление не на открытие бизнеса, или в новых бизнесах, заявление на регистрацию предприятия, а заявление на выезд. Где получите их на жительство? Мы же все об этом знаем. Коллеги, вот этим надо заняться, пока мы эту среду не исправим, ничего не исправится. Не надо заводить разговоры о повышении налогов. Мы три года назад проводили дискуссию на форуме Мишустина на налоговые службы в отношении того, что нельзя повышать налог на малый бизнес. А выяснилось, что получали. 30% бизнеса в течение года было убито. Но, может быть, не все будет так плохо, прокомментировали в Сургуте. Есть и положительные моменты. Во-первых, не попадает под уплату этих налогов производственные фирмы. То есть, в данном случае речь идет только о торговых фирмах и фирмах, которые дают услуги обслуживания. Второй момент. То, что сама ставка налога, она утверждается местными депутатами. И они, соответственно, могут от нуля до максимального значения установить. И здесь, я надеюсь, на рациональный, вдумчивый подход муниципалитетов. Но ничего не удастся исправить. Никакие налоги не помогут реанимировать нашу экономику, говорят эксперты. Пока не будет выполнено главное условие. Нам нужно радикально повысить качество управления. Когда мы говорим о высоких общественных издержках, коллеги, да у нас в первую очередь немыслимые общественные издержки в области государственного управления. Немыслимые общественные издержки. У нас 5 триллионов рублей сегодня тратится на федеральные целевые программы. Давайте открыто спросим, чего эти федеральные целевые программы за последние 5 лет достигли. Ближайшее будущее зависит от многих факторов. И не только от людей, которые принимают экономические решения. И дело даже не столько в санкциях. Хотя, скажем то, что российские банки не могут перезанять на Западе 300 миллиардов долларов долга, конечно, существенно влияет на общий финансовый климат. У кого перекредитоваться? Даст ли эти деньги, к примеру, Китай? Или придется объявить дефолт? Кроме того, на десятки миллиардов долларов Фонда национального благосостояния сегодня претендуют государственные компании. Будут ли распределять эти деньги и как это повлияет на наше с вами будущее? Кому-то явно придется заплатить по итогам сложившейся ситуации. А простым людям лучше покупать валюту, говорят эксперты. И при этом хранить ее не на счету, а в банковских ячейках. Вот такая сегодня экономическая ситуация. Вам ничего не напоминает? Артем Высоцкий, Фарид Исмаилов специально для программы телевизионный обзор новостей. В Югру едет все больше туристов. В 2012 году у нас побывало порядка 450 тысяч человек. В прошлом цифра увеличилась еще на 60 тысяч. Ну а по итогам нынешнего года будет установлен новый рекорд. Руководство туриндустрии округа частные компании делают ставку на развитие зимних видов спорта, экологических и этнографических туров. На выставки туристических и при этом вполне съедобных продуктов побывала Екатерина Любешева. Не нефтью единый жив человек. В нашем регионе туризм развивается стремительно. Ежегодно выделяются губернаторские гранты для лучших музеев, гостиниц и туроператоров. Открываются новые этнографические стоебища, созданные специально для гостей. Осваиваются водоемы с лечебной грязью. Проводятся выставки туристических возможностей. Одна из которых под названием Югра Тур прошла с 13 по 15 ноября в Хантамансийске. Участие в ней приняли порядка 100 человек, презентующих свою продукцию и услуги, а также ищущих новых деловых партнеров. Как пример представители компании Сосева Промгеология. Они предлагают гражданам на время перевоплотиться в добычиков золота и самоцветных камней. Именно таким образом мы договорим. Мало того, это лоток самодельный, он сделан из кедра. Современные водки пластмассовые, с специальными такими решеточками. Это вот мы привезли, это действительно лоток, которым старателям моют и мили золото. Все большую популярность набирает так называемый экологический туризм. Малышей на экскурсии вывозят на природу. Зайцы питаются в зимнее время веточным кором, питаются либо корой, а под корой находится живой слой, это лук, с повышенным содержанием сахаров. Там самой древесины никаких питательных веществ нет. По следу на ветке, а выглядит такой укус, как будто кусок коры срезали бритвой, сразу видно, что в этой части леса обитают зайцы, а не, например, лоси. Юных следопытов обучают в природном парке «Самаровский чугас», который находится в Хантамантийске. Такие экскурсии пригодились бы и взрослым садоводам, ведь по отходам жизнедеятельности можно понять, кто заходил на дачный участок и с какой целью. Мишка! А это кто ходил? Чё, крокотил? Любителям гастрономических туров предложили варенье из шишек, клюквы в сахарной пудре и множество других деликатесов, экзотических и не очень. Цены немаленькие, но зато и польза огромная. А вы думали, молоко бывает только коровье или козье? Нет, в Югре даже кедры дают молоко. Вкус приятный, нечто между сливками и орехами. Любители экстремального отдыха вообще зовут поучаствовать в мотопробеге через Махачкалу и Грозный с конечной точкой в Севастополе. Приглашают всех югорских мотоциклистов. Лимит 40 человек. Заявки принимаются на сайте legion86.ru В рамках пробега хотим провести по территории нефтяных регионов России праздничные подарочные колбы самодорской нефтью, вручить это торжественно регионам, у регионов получить образцы нефти регионов и в конце пути в Ханты-Мансийске вручить все это в музей геологии нефти и газа. Цены на югорские туры по-прежнему такие, что люди восклицают. Дешевле в Турцию слетать по системе All-Inclusive. Но тех, кто простых путей не ищет и экстрима не боится, приглашают увидеть югру, чтобы влюбиться в Россию. Екатерина Любешева и Сергей Колотов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Итоги саммита АТЭС «Птичий гриб» в Европе – 12-метровый песчаный замок. Эти и другие темы в нашей небольшой подборке новостей со всего мира. В Пекин на саммит стран-членов Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества съехались лидеры 21 страны. Состоялась и короткая встреча между Обамой и президентом России. После разговора многие отметили, что она была очень прохладной. Чувствительные вопросы, такие как ситуация в Украине, затронуты не были. Также привлекло внимание наблюдателей рукопожатия между главой Китая и премьер-министром Японии. Наблюдатели увидели в нем потепление отношений между соседями, что потенциально может привести к ослаблению напряженности в вопросе спорных островов в Восточно-Китайском море. Что касается США и Китая, американская сторона, в частности, объявила об ослаблении визовых ограничений между двумя странами. В Германии объявлен карантин. В немецкой земле Мекленбург-Переднее Померание уничтожают тысячи индеек. Здесь выявили особо агрессивный штамм птичьего гриппа H5N8. До этого этот вирус свирепствовал только в Азии. До Европы он добрался впервые. По данным Министерства сельского хозяйства Германии, болезнь привела к смерти 1880 птиц. Сразу после получения положительных результатов на наличие штамма на место прибыли специальные команды, которые провели дезинфекцию. Как сообщается, вирусом, вероятнее всего, заразилось более 30 тысяч индеек. Вирус птичьего гриппа H5N8 до настоящего времени не представлял опасности для человека. Однако неизвестно, каким образом он смог попасть в Европу. 11 197 человек. Таково число убитых бразильской полиции за 5 лет. Эти данные были представлены на бразильском форуме по общественной безопасности. Для сравнения были приведены данные США. Там полиция убила 11 090 человек за 30 лет. По мнению аналитиков, такая печальная статистика обусловлена тем, что полицейские в Бразилии плохо подготовлены. Они получают низкую зарплату и очень часто превышают полномочия. Также эксперты отмечают, что сегодня представители этой сферы считаются в Бразилии буквально в смысле людьми второго сорта. Немаловажным является и тот факт, что в 2013 году в этой стране было убито 430 представителей полиции. Гигантский замок из песка, претендующий на мировой рекорд, построила команда мастеров на берегу бразильского залива Гуанабара. Шедевр устремился ввысь на 12 метров. Трудились над ним почти неделю и возвели только ради того, чтобы он попал в книгу рекордов Гиннесса. Автор сложной конструкции, американский мастер по скульптуре из песка, Расти Крофт, воплощала эту идею в жизнь команда из 15 умельцев. На постройку замка потребовалось 20 грузовиков песка. Корпорация, выпускающая крупную спецтехнику, частично спонсировала творческий проект. Их очень редко можно встретить на улице или в любом другом общественном месте. Но они живут и стараются радоваться каждому дню. В рубрике «Люди Югры» мы расскажем вам о маленьком мальчике, который, несмотря на свой недуг, никогда не отчаивается. Любые трудности делают нас сильнее. Главное – суметь с ними справиться. Слепой человек. Перед глазами одно сплошное чёрное пятно. Кажется, такая и жизнь вся серая и безрадостная. Но так ли это на самом деле? Три, три за всех сил. Ты же сильный мальчик. Не всё пройдёт. Давай вот здесь. Старательно выводя каждый изгибрисунок, четырёхлетний Ваня Мельник пытается скопировать наскальные изображения. На первый раз тяжеловато, конечно, получается. Но раз за разом выходит всё лучше. Такое необычное занятие для него проводят сотрудники Московского исторического музея. Там такие мастер-классы проходят регулярно. На каждую группу у нас приходилось по четыре занятия. То есть вначале ознакомление с залами. У нас там есть некоторые крупные компонаты, которые можно трогать руками. Но не всем, естественно. И потом по каждому разделу мы с группой проводили занятия. Для незрячих и слабовидящих детей у нас занятия бесплатные. Ивана нельзя назвать полностью незрячим ребёнком. У мальчика косоглазие. Сейчас один глаз Вани закрыт повязкой. Понятно, что так ребёнок не может себя чувствовать комфортно. Но только ли он? Оказывается, общество на этот счёт немало предрассудков. Не все дети, даже в первую очередь взрослые, очень неадекватно реагируют на деток, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем. И с чем сталкиваемся мы и другие родители, это нездоровый интерес взрослых. И не всегда корректная реакция. Поэтому многие родители, наверное, проще ограничить общение ребёнка с внешним миром. Сказать, что герой нашего сюжета Иван Мельник в чём-то ограничен, просто язык не поворачивается. Только представьте, в свои четыре года он уже умеет читать и пишет буквы. Занимается спортом. В тхэквондо плавание, ходит на танцы, мастерит поделки. Я ходил мастерить башмачок из глины. Потом... Медвежонка из глины, не помню какой. Потом котика из такой же глины, из какой мы башмачка лепили. Теперь мы не можем дождаться, когда сделаем подарочную коробочку. Принять проблему, научиться жить с ней и бороться, в том числе и со стереотипами. Если ты не видишь этот мир так, как другие, это не значит, что с тобой что-то не так. Скульптор Александр Иванов уверен, слабовидящие люди уникальны. Они видят этот мир на ощупь, тонко чувствуют форму предмета. Среди них немало талантливых художников и скульпторов. Они делают уникальные вещи, то есть они делают очень красивые объемные штуки. То есть для них объем гораздо важнее, чем для нас. То есть мы видим объем только тогда, когда он отбрасывает тень, когда он имеет какое-то освещение, понимаете? А для них объем гораздо важнее. То есть они могут смотреть руками. Человек выглядит ровным счетом так, каким хочет себя видеть. И неужели слепые или слабовидящие люди представляют себя больными и беспомощными? Ваня Мельник, благодаря стараниям родителей и собственным желаниям, живет гораздо интереснее многих своих сверстников. И вряд ли кто-то подумает, что он в чем-то ограничен. Татьяна Расторгуева и Елизавета Саенко, Сергей Коликов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Югорский боксер Руслан Проводников проведет бой в России. Промоутерская компания «Мирбокса» подписала контракт на бой россиянина с мексиканцем Хосе Луисом Кастилья. Битва легковесов состоится через две недели, 28 ноября. По сужденном списке молодого россиянина 23 победы. У 40-летнего соперника Руслана Хосе Луис Кастилья на счету 66 побед, 12 поражений и одна ничья. В продолжении темы обзор спортивной информации. Хоккейный клуб «Югра» завершил четырехматчевую домашнюю серию игрой против последней команды Восточной конференции Нижнекамского «Нефтехимика» в рамках чемпионата КХЛ. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0-3, югорчане смогли забросить дважды, но вернуть интригу не удалось. 2-4. Таким образом, из 12 возможных очков на своем льду «Югра» смогла взять лишь пять. Хантамансийцы не слишком удачно выступают в сезоне и после 28 матчей занимают восьмое место на Востоке и, имея на несколько игр больше, чем у соперников, рискуют свалиться на одиннадцатую строчку таблицы. Волейболисты «Газпром» «Югры» с победой вернулись из Серпухова, где проводит свои матчи чеченский клуб «Грозный». Встреча с последней командой чемпионата не стала легкой прогулкой для сургутян. Одержав победу в стартовой партии 25-17, «Газовики» внезапно оступились во втором сете 21-25. Однако тренерским штабом это было воспринято как недоразумение. Никаких перестановок в составе главный тренер Борис Гребенников делать не стал и оказался прав. Третий и четвертый сет завершились победами «Газпрома» 25-18 и 25-19. Итог встречи 3-1. Сургутяне поднимаются на восьмое место в таблице чемпионата. Баскетбольный клуб «Университет Югра» сыграл две домашние встречи в рамках Российской Суперлиги. В принципиальной встрече против «Алтайбаскета» наша команда уступила. Пять человек из состава гостей ранее выступали за сургутян. Это Александр Зайкин, Владимир Шевель, Лина Сликевичус, Илья Александров и Александр Пушкин. Они вместе с остальной командой горели желанием доказать свою состоятельность своему большему клубу. И сделали это. 53-64 победа «Алтайбаскета». Уже через несколько дней сургутяне принимали текущего лидера чемпионату команду, не потерпевшую ни одного поражения, БК «Новосибирск». Однако в этом матче баскетболисты в грязь лицом не ударили. Закрыв основные ударные силы гостей Александра Анисимова и Павла Подкользина, университет воспользовался замешательством сибиряков и усилением своих снайперов. Антона Агеева и Никола Липоевича создал себе комфортный 25-очковый отрыв. В финальной сирене на табло горели цифры 78-58 в пользу университета. Наша команда находится по итогам семи игр на пятой строчке таблицы Суперлиги. 19 ноября студенты на своей площадке примут Урал из Екатеринбурга. Дмитрий Круковец, Сергей Котов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». В завершении программы прогноз погоды. Спасибо, что были с нами и до встречи через неделю. Фитоцентр Просковья. Одежда и стиль. Кожаные куртки, буховики, джинсы, спортивные костюмы. Скидки от 10 до 50% на всю зимнюю коллекцию. Сургут Ситимол. Второй этаж. Новая галерея. А почему все так дешево? Да потому что мы не жадные. В магазине «Пятерочка» мука Макфа. Высший сорт 2 килограмма. Всего 39 рублей 90 копеек. Скидка 44%. «Пятерочка» удивительно низкие цены. Каждый клиент Метросети знает, что такое комфортный интернет. Получать необходимую информацию, общаться с друзьями, смотреть видео. Мы знаем, что такое достаточно быстро. Метросеть. Естественный выбор. Метросеть. Первые грандиозные скидки на зимнюю коллекцию. Спешите в салон кожи и дубленок «Флорида». Проспект Ленина, 16. Соблазнительно. Шикарно. Ммм, мечта. Стильные модели и безупречная классика в меховом салоне «Норка». Почувствуйте волшебство тепла. Прикоснитесь к уютной нежности. Откройте «Текстильный дом Спрос». Грандиозный ассортимент текстиля для создания домашнего уюта. Одеяло, подушки, полотенца, пледы и многое другое. Каждому покупателю в подарок дисконтная карта с 10% скидкой. «Текстильный дом Спрос» в Сургуте, улица Базовая, 15. Телефон 23-59-53. Потрясающая меховая история от салона кожи и меха «Челси». Греческие шубы, норка, леса, соболь, куница, ласка. На шубы из норки скидки до 30%. Действует рассрочка. Приходи в «Челси». Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 17 по 23 ноября. В студии Алла Шипулина в шубке от салона меха и кожи с оленьей коллизиони. Генеральный спонсор прогноза погоды компания «Деколюкс». Компания «Деколюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Деколюкс» – надежная защита вашего имущества. Телефон 26-27-72. Улица Югорская, 38. Телефоны 26-1407, 26-27-72. Атлантический циклон, продвигаясь в Сибирь, уже во вторник вытеснит с берегов Аби морозный очаг высокого давления. Ненастный период затянется вплоть до четверга. К тому же вместе со снеговыми тучами в регион поступят и более теплые воздушные массы. А в конце недели в приобье снова сформируется очаг высокого давления, и столбики термометров быстро опустятся вниз. В начале периода переменная облачность, ночью – 20-25. Днем на 8 градусов потеплеет. Во вторник пойдет снег, возможно, метель. Ночная температура воздуха – 10-15 мороза. После полудня – минус 5, минус 10. В середине недели временами снег. В среду на столбиках термометров ночью 5-10 ниже 0. Днем – минус 2, минус 7. В четверг в течение суток – от 5 до 10 градусов мороза. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» – новое поступление мужского и женского ассортимента из Германии и Финляндии. В конце недели осадки прекратятся, а морозы начнут усиливаться. В пятницу температура ночью – минус 15-20, днем – минус 10-15. А в выходные – субботу-воскресенье, ночью – 22-27 мороза, днем на 5 градусов выше. Это мой новый друг Слоник. Его можно кусать, когда ляжутся зубки. Собирать и разбирать. Еще играть с ним в мячики. Музыкальная пирамидка с шариками «Слоник». Только в «Карапузе» по суперцене. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Как обновить квартиру к Новому году? Начните с мебели. Удобные и очень красивые шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские – из экологически чистых материалов. Изготовят по вашему персональному заказу на «Фабрике Комфорта». В компании «Фабрика Комфорта» Новый год уже начался. Грандиозное снижение цен. Салон меха и кожи «Солени Коллизионе» предлагает коллекцию нового сезона для мужчин и прекрасных дам. Стильные вещи и приятные цены порадуют вас. Приходите за покупками в торгово-развлекательные центры «Вершинов» и «Сургут Ситимол». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok